Ах, черт, мы снова идем. Стрэндж, я подумал, что нужно пройти вот эту, потому что ее не было, и потому что интересно, что она из себя представляет. Поэтому вот, начинаем. Эпизод первый, пробуждение. У нас тут три эпизода, и четвертый бонусный эпизод какой-то. Нормально. Давайте пробуждаться будем. Пробуждаться мы с вами уже прямо сейчас. Орел летит, загрузка идет, все красиво, замечательно. Не смотрел где-то прохождение по этой части, поэтому не знаю, что тут будет. Life is Strange Before the Storm, игра, в которой все принятые вам решения отражаются на окружающем мире. Выбирайте с умом, без проблем. Договорились. Так. Нормально, да. По кайфу, все та же железная дорога, да? Понимаю, это Хлоя, что ли? Хлойка, давай это самое, прыгай в сторону. Мозг не еби водителю. Локомотива. Ну, дурнина. Ну, дурнина. Кто ж так делает? Да, Хлойка. Здорово. Ой, молодая такая тут. Не верится, что Firewalls дают концерт на старой лесопилке. Да, мать твою. Давай. Мать прибьет меня, если узнает, что я тут была. Ну, окей. Буду озвучивать их. Так, а погодите, а способности были у ее подруги, у главной героини Life is Strange. Тут у кого будут способности? У Хлойки? Время отматывать. Осторожно. Взглянуть. Прохода нет? Да, конечно. Погнали. Ля, какая борзая просто. Твою ж мать! Потрясное место. Чтобы попасть внутрь, придется пройти через ту дверь. Так, да сейчас пройдем. А у нас нет никакого паучьего чутья, чтобы понять, как пройти в ту дверь. Механизм. Че? Взглянуть. Пила сведу древняя, интересно, как давно прикрыли эту лесопилку. Так, слышь, черт? Слышь? Это твой велосипед стоит. Нет ничего суровее, чем милая наклейка с цветочком. Разблокирована новая реплика. Я бы вступила в байкерскую банду. Будьте у меня друзья. Видимо, пожарная безопасность тут не первостепенная вещь. Это фургон так и просит крупицу стрит-арта. Но если начать рисовать прямо здесь, меня кто-нибудь заметит. Так, слышь, молодый, конфликт. Этим парням не помешало бы уединиться. Или нет. Черт. А ты не лезь мне в свое дело. Пожалуй, не стоит переходить дорогу этому челу. Слышь? Слышь, петух. Че ты хочешь от него? Че доебався? Че? Листок? Какой листок? Если бы я задолжала кому-то тысячу долларов, уже бы в штаны наложила. Стей, клос, какие-то ставки. Грыз против золота, три к одному, ставка тысяча, проигрыш тысяча. Дэймон Мерик. Ясно. Ясно, понятно. Так, слышь, молодой, с татухой на ебле. Твой мопед. Надо придумать, как пробраться мимо этого парня. Вам помочь, мисс? Ты должен меня пропустить. Вот, сам глянь. Мне уже можно. Неплохая подделка, малышка, но ты пытаешься прыгнуть выше головы. Сделай себе одолжение, проваливай. Нельзя позволять ему вытирать обмене ноги. Может, вернуться и опустить его? Или поискать что-то, что может его убедить? Что, блядь? А, костер можно поискать. Можно в костер его бросить? Взглянуть. Одни считают, гибель мироздания случится от огня. Мать на такое говно изойдется, если узнаешь, что я сейчас шла по лесу ради какого-то концерта. Это место такое мутное, старая заброшка, черт пойми, где? В километрах от дома. От дома. Точно. Вспомнила, почему я здесь? Где угодно лучше, чем дома. Спейс, выйти. Или можно еще постоять поразмышлять? Нет, ничего нового не будет. Так, слышь, мудак, ты это самое, давай. Просто иди, иди нахуй. Гуляй, малышка. Боже, что ты такой душный? Если бы можно было форточку на улице открыть, я бы уже открыл. Что здесь есть? Старый вагон, думаю, здесь уже много лет никто не работал. Что еще тут есть? Тачки. Может, что-то в тачках. Балин, мудак, ты меня бесишь. Давай я этот механизм заведу? Нет. Что с тобой сделать? Вышибон. Поговорить. Боже, опять? Ну, чего тебе, малышка? Сейчас же пропусти меня. Твой байк. Лесопилка, уйти. Твой байк? Это твой байк стоит? Ага. Он довольно крутой. Ну, спасибо. Это все? Лесопилка. Это же старая лесопилка, да? Я слышала, тут сегодня выступает фаерволк. Они крутые. Нет. Ты издеваешься? Думаю, тебе стоит уйти. Ладно. Так, вы начали перепалку. Продолжить. Надо убедить этого шпингалета не доделанного, что я не отступлюсь, что мне нужно пройти внутрь. Во время перепалки используйте аргументы и оскорбления, чтобы заставить кого-то делать то, что вы хотите. Ты что, не помнишь, каково это быть подростком? Я всего лишь на группу хочу посмотреть. Я думал, мы уже все порешали. В кроватку-то не пора. Чтобы добиться успеха, следить за словом оппонента. Кроватка. Окей. Тебе пора в кроватку, не пора в кроватку, сделай одолжение. Че, мне использовать такое же... Такое же слово? Оу, а тебе не пора? Миленькая, но я все равно тебя не знаю. Миленькая. Вновь прислушайтесь к словам оппонента. Кому это помешает? Я не миленькая, миленькая это относительно. Котятки на мопедах, вот это миленькая. А я скорее... Рыжая Соня на немецком танке. Окей, малышка, я понял, что ты жесткая. Я понял, ты жесткая. Так, порой подобрать правильный вариант тяжелее. В данном случае детская площадка хорошо ответит на малышку. Это разве не детская площадка? Давай. Может я и правда малышка, потому что это место та еще детская площадка. Такую девочку, как ты, я там защитить не смогу. Цветочки на твоем байке? Такой девочке, как ты, с милыми цветочками на байке, не стоит учить меня, что делать. Это традиционный самоанский... Послушай, мой босс решает, кого пускать. Сечешь? Нахер босса. Боссы сосут. Пошли этого придурка и его правила подальше, чувак. Ты не понимаешь слова нет? Не так ли? Не. И всерьез думаешь, что сможешь меня опустить? Да. А будь у меня с собой нож, не проблема. Пистолет, насрать. А будь у меня... Да у тебя может быть огнемет, армия роботов-ниндзи и ебаный дракон на поводке. Я бы все равно тебе задницу надрала. Сдаюсь. Здорово селишь, малышка. Проходи. Спасибо, мужик, спасибо, спасибо. Ты от меня без суть не хотел тебя оскорбить, нормальный. Просто надо было показать, что мы крутые. Да ты тоже норм, такой дядька. Концерт спустя 10 минут. И сколько вы шатались на входе. Огонь! Мощно! Блять! Дилия, ко мне! Милая собачка. Учитывая, что на все эти мероприятия пускаются 21-го, и она показала ему ID, ну типа, Хлой, ты вообще не выглядишь на 21-го. Ты и на 18-го не выглядишь, так что... Зря ты пыталась с поддельным ID пройти. Найс, клуб! Помню такие по молодости. Просто следы за огнями и музыкой поскорее бы дойти и оттянуться. Питбуль. Суровая псина. Как ее зовут? Дилия. Хорошая песа. Обычно ей люди не нравятся. Ага. Как и мне. Пьяная девушка. Протрезляйся, девчонка. Шоу пропустишь? Продавец футболок. Слышь? А этот парень продает мерч? Жаль, что я на мели. Эй! Ты продаешь 20 баксов? Чего? 20 баксов за футболку. Это... Дороговато. Мудак. Не, погоди. Футболка чумовая. Как тебя отвлечь, слышь? Эй, я что я сказал? 20 баксов. Нарываешься? Этот чувак мудак. Чтобы заполучить футболку, нужно проявить изобретательность. Не, погоди. Что тут есть? Тег. Опять Дэймон Мерик. Кто он вообще такой? Оу. Хе-хе. Мне жаль, чувак. Возможно, тебе не стоило завышать цену. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Твою мать! Нет, 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 нет. Да ладно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Че там еще? Да, там баксов 200. Не, оставлю. Оно того не стоит. Такие ребята и на костре сжечь могут. Футболка-то одно, бабки-то другое. Справедливость вас торжествовала. Не, 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 бабки не надо было. Ой-ё-ёй. Нет ничего печального и одинокого бонга. Блин, музяка огнище просто. Клевый нож, мама отказалась дарить мне такое на день рождения. Че, можно украсть? Хе-хе-хе. На, злачное местечко. Эй, слышь? Эй! Эй! Взглянуть. Все до граффити, но кажется, местечко пропустили. Дурной глаз, крутись, крутись. Крутись нахрен. Хорош. Ну, это не столько граффити, сколько тег. Так. Уволили 300 портовых рабочих и отменили их пособие? Господи, Прескоты настоящие ублюдки. Фонд Прескотов, уважаемые члены Союза портовых грузчиков Аркадий и Бэй. Фонд Прескотов, недавно приобретший морскую корпорацию Аркадий и Бэй в целях урегулирования банкротства, принял решение об упразднении вашей должности, как и всех 307 членов вашего Союза. Помимо этого, фонд ликвидирует все активы МК, включая пособия портовых грузчиков, выданные для выплаты долгов. Помните, что трудовой договор запрещает вам разглашать информацию о деятельности компании или о методах ее работы, включая сведения о данном сокращении всего наилучшего соужениям Шоан Прескотт. Блин, я не могу, музяка просто огонь. Просто кайфовая. Сладких снов, хомре. Эй, слышь, парень, еб твои... Аааа! Плесни чё-то, хотя бы колы. Я не прошу тебя... Чего-то большего. Тут что-то еще... Неприятные что? Неприятные типы. А, все, просто неприятные типы. Расслабленная девушка. Как можно просто расслабляться, когда в средней комнате лобает фаерволк? Мы все осмотрим. Напоминает мне о том, как я принимаю важные жизненные решения. Хе-хе-хе, хорошо. Ух ты, ебаная. Нет, уж спасибо, я, по возможности, стараюсь избегать гепатита. Да, не-не-не-не-не, такое вот не надо трогать. Стильненько. Фрэнк Бауэрс? Что он здесь делает? Эй, здорово. Мы тебя знаем? Йоу, Фрэнк! Привет! Ааа, знаем его! Он дурью торговал в основной части. Хлоя? Я знаю, как тебя зовут, тупица. Ты берешь у меня траву каждый месяц, вот уже год. Только гляньте на этот наряд. Заклепки? Ты перестаралась. Ты что вообще здесь делаешь? Пришла посмотреть на фаерволк, чувак. А они рулят. Где ты вообще узнала про эту тусовку? Ха, в интернете. Где же еще? Серьезно? Сраные детишки. Как насчет травки? Часто здесь бываешь? Увидимся. Увидимся. Как скажешь. Все, давай, Фрэнк. Вали. Половина ступеней прогнила, выглядит опасненько. А нам не сюда? А, погоди, нам не сюда. А линия голова еще? А куда нам это самое? Не осуждай меня, страшная линия голова. Я здесь ради группы. Сюда нам? Куда, блядь, идти? А, сюда. Ебать. Черт, тут куча народа. Ну, поехали. Погнали. О, муж пошел. Твою мать. Эй. Ты как? Я в порядке. Расслабься. Ты в меня врезалась. Забыла? Ага, мой косяк, чувак. Ты что, не знаешь, кто я? Нет. И мне все равно. Дай мне знать, что из этого получится. Сука. Так, через мошпит не пройти. Ладно. Разблокирована новая реплика. Возможно, сверху откроется лучший вид. Погнали. И что, не закончили как раз? Заебись. Посмотрели на концерт, послушали. Блин, кайфец, такой панк-рок жесткий. Блядь, да! Наконец-то удалось поверить, не могу. Я не могу верить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ты пролила мое пиво, сучка. Тебе стоило быть осторожнее. Тут суровое место. Мне не нравится твой тон. О, мы еще не закончили. Ну ладно. Тогда, может, не стоит продемонстрировать, как я не впечатлена с цикливыми мудаками? Бомбящими из-за пролитого пива? Похоже, она бросает нам вызов, чувак. Она заплатит за каждое слово. Каждое слово! О, будет классно! Я научу эту мелкую панкушку манерам. Я не шучу, хотите меня разозлить? Вы этого добьетесь. И вам это, ой, как не понравится. Не понравится. Она думает, что может тебя запугать. Эй, хуила! Выбирайте с умом, то действие будет иметь последствия. Рэйчел? Рэйчел? Сваливаем! Быстрее! Пусти, Фрэнк! Нет уж, остынь! Да ладно, чувак! Уходи! Да ну нахрен! Дерьмо собачье! Уебывайте отсюда! Блин, спасибо, Фрэнк! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Просто, где мои 17 лет? Все? Ой, все прям как со мной! Господь собогучий, как и обожал все эти панк-рокерские тусовки и прочую хренатень Спасибо игра за то, что старые воспоминания всковыриваешь Square Enix представляет собственно А это Рэйчел, которая пропала правильно я так понимаю? Рэйчел, которая в первой части она получается была девушкой Фрэнка потом она исчезла вроде так не помню, год назад записывал уже Deck Nine тоже приняла участие в создании игры если что, вдруг, если кто-то не знал об этом Ну, Хлойка, ты, конечно, наглая прям в комнате дымись Ладно, на улице хотя бы вышла там вылезла в окошко хотя бы на кровати от перебора уже, это вообще бастер Life is Strange Before the Storm эпизод первой пробуждения пробудились мы после пролога небольшого не хочу перематывать надо насладиться всей атмосферой поэтому будем смотреть дамы и господа будем смотреть это же своего рода как кино Субтитры сделал DimaTorzok Дамы и господа она зацикленная что ли блин, я не понимаю я думал, что она докурит уже рано или поздно эту сигарету просто дважды показали третий круг, да, пошел да, ладно, Хлойка, давай это самое, не обессудь затушивай так, иногда мне хочется просто закрыть глаза и послать весь мир к черту ежедневные ритуалы важная штука даже если это написание писем друзьям которые тебя забыли так страница 4 чем все это читать будем давайте надо понимать в чем суть 5-е, 0-3-е, 2010-е а, Макс вот я вспомнил как зовут Макс главную героиню первой части дорогая Макс как-то я пожаловалась папе на то, что хочу отправить электронное письмо интернет не работает и он подарил мне этот дневник и сегодня я вдруг подумала может сейчас самое время написать Макс самое смешное я не знаю, что тебе сказать мы ведь не общались уже 3 месяца несмотря на мои смс и звонки но ты не думай я не расстроен ничего такого черт, я же никогда не отправлю тебе эти письма да? твоя удаленная из списка друзей Хлоя открой мне свои мысли написано знаешь, а такой способ общения с тобой мне нравится не надо переживать и ждать твоего ответа может когда-нибудь мы ты вернешься домой и попросишь прощения за то, что забыла меня мы помиримся я покажу тебе эти записи и мы будем читать их и смеяться либо решу, что Макс в дневнике мне нравится больше и ты навсегда останешься моей воображаемой бывшей нынешней лучшей подругой по переписке время покажет Хлоя Владычества дневника 20.03.20.20 а то было какое 5.03.15 дней пришло готово мама, значит, предлагает мне прокатиться куда-нибудь следующим летом и я такая, типа ага, было бы круто а затем она говорит что с нами поедет Дэвид да, тот самый Дэвид хочу быть строевым который втюрился в мою маму и теперь прилип к нашей семье как банный лист к заднице тот самый усатый монстр с планеты говняков тот самый ебаный Дэвид короче, я вежливо сказал маме что еще рано строить включающие Дэвида планы на следующее лето может он к тому времени окочуриться успеет ну а что, всякая жизнь не бывает как ты, наверное, уже поняла разговор прошел не очень хорошо а если серьезно то, видя, как этот недоума крутится тут уже около 3 месяцев можно предположить что у мамы серьезные проблемы с самооценкой а у меня серьезные намерения на самосожжение по гугле Зубрилка она может найти себе кого-то кого-нибудь получше я только это имею ввиду но она просто меня не слышит как будто мудачина тут я мудачина Хлоя 4.04.2010 знаешь, почему я перестала регулярно ходить в школу? возможно, по той же причине по которой ты перестала мне регулярно писать забавно мне стало тяжело придумывать отмазки поэтому я просто перестала посещать занятия чтобы не надо было оправдываться и все прекрасно никто ничего не говорит с ума сойти, да? как будто я внезапно стала неуязвимой видимо, есть плюсы в том, чтобы быть дочкой мертвого папы никто в школе понятия не имеет, что со мной делать поэтому все просто облегченно вздыхают когда я туда не прихожу жаль, я не сразу поняла что так можно столько времени не зря потратила ПС в прошлый раз когда я рукоблудничала в моей фантазии ворвалась приз из будущего бегущего по лезвию я сначала думала о горячем парне Декарде но приз его затмило наверное, ничего особенного просто хочу челку как у нее Хлоя Электро Овце Лузерша Макс 07.05.10 да, да, я назвал тебя Лузерша и знаешь почему? потому что тебя не было на концерте Firewalk прошлой ночью а там был даже Фрэнк он мой энерготорговец и да, мам если ты читаешь мой дневник да, он мой энерготорговец а тебе не стоило читать этот дневник возможно, эта ночь была лучше в моей жизни я шла к старой лесопилке через лес по железнодорожным путям а затем наезжала на тупого вышибалу у входа пока тот меня не пропустил выступление было охренительным кто бы мог подумать что подобная группа приедет в такое захолустье как Аркадия Бэй нахер, Сиэтл еще мне достался в качестве сувенира крутецкий фингал ничего такого но там еще были два мудака, мужское достоинство которых я смешала с грязью эх да, кроме того меня спасла самая популярная девушка школы а какой была твоя ночка лузерша фаерволк плюс Хлоя больше чем Макс вот так вот взглянуть привет Макс привет пап в раю без изменений верно Хлоя дуй на завтрак бегом ждут там яйца и бекон прошлая ночь выступление фаерволк два мудака та девушка это правда была Рэйчел Эмбер от меня несет сигаретами и пивом надо бы переодеться и птать знаешь я вполне способна проснуться и без твоей помощи рано или поздно буду способна хотелось бы думать что мое чувство юмора улучшилось с возрастом тебе нужен позитивный заряд окей что ты улучшишь с химией жизнь становится лучше а MJ420 понятно понятно как ты улучшила ну прям да улучшатель 3000 это и правда была Рэйчел Эмбер и она спасла мне жизнь прошлая ночь вообще была реальна? как была прошлая ночь даже настоящая? Академия Блэквелл Уоррен Грэхэм Хлоя Прайс Хайден Джон Закари Виггинс Тревор Ярд Логан Робертсон Алиса Андерсон Джастин Уильямс Элиот Хэмпден Дана Уорт Эван Харри Стэлла Хилл Брук Скотт Джульет Уотсон Виктория Чейз Сучильда Виктория Нейтан Прескотт еще один мудачина Тейлор Кристенсен и Рэйчел Эмбер Когда-нибудь я и домашку за тобой поделаю Спроси мисс Аркадия Единственный источник информации в этом городе, которому я доверяю Дорогая мисс Аркадия, слышали, что к нам приезжает Firewalk и я во всех тусовочных местах спрашивал, но никто не в курсе Видимо, не во всех тусовочных местах Не знаю ответа, короче, это типа, где, где проходит форум, где проходит концерт Но мы это уже знаем Стоп, что? Кто? Какую фотографию? Кому Хлоя Прайс? Содержание Виктория Чейз прокомментировала фотографию, на которой вы отмечены Для просмотра фотографии нажмите на следующую ссылку У меня какие-то смешанные чувства, и большинство из них негативные Рэйчел Firewalk Тревор Завидки Виктория, выглядишь супер Что это за красотка с тобой? Арманд Это вроде Дебра Дебра Борген или как ее там Ух ты чмоки Потрясающе, вот это я понимаю Кто такая Дебра Борген? Девушка с Рэйчел на фото Пшшш Рэйч, как ты горяча Ненавижу тебя А кто такой этот Арманд? Чувак, это Хлоя Прайс Тейлор, а ты разве вчера не приглашал Рэйчел к себе на ночевку? Мне было интересно, куда она пропала Назревает скандал Нет, я не собирался ничего устраивать Весело однако А у вас тут прям интеллектуальная беседа Ясно Папа так гордился моей победой на той дурацкой научной выставке Грейте смертные в лучах светящегося медвежонка Мистер Акулка Интересный факт Дети-оныши Акул поедают других Зародышей в утробе матери Может я единственный ребенок по той же причине? В детстве я мечтала прокатиться на единороге, а потом они все передохли Нет, срывать мы его не будем Так, шкаф вот здесь у нее Так, тут мы еще не осмотрели Зеркало Неплохо, Хлоя, маме понравится твой новый образ Можем пиратскую эту надеть, нет? Боюсь в заклад, что долговязая Макс Сильвер давно продала свою шляпу ради пива и сисек Как же мне сегодня выразить свою беспокойную подростковую натуру? Давай одеваться будем Ворон Блин, я что, выбрал? Ладно Ворон так ворон Тоже неплохо Что, можно изменить? Не, не нравится Погоди, а как листать? А, вот, бабочка Бонусные наряды Ворон, бонусные наряды Фаерволл О, фаерволл давай Краденая Хе-хе-хе-хе-хе Ворона потом наденем Во, нормально Все, выйти Так Мне действительно пора спускаться Да сейчас спустимся Раньше я любила скейтбординг Скейт единственный способ передвижения Бросающий Вызов системе Ну да А велосипед? Хе-хе-хе Мама говорила, что я слишком мала, чтобы идти туда Она ошибалась, а шоу было великолепным Что тут есть? Макс записал мне этот диск несколько лет назад И так как это Макс, ни одна песня не была спирачена Пиратская мучь Окей А тут? Хотя концерты, на которых мы ходили с Эллиотом были круты И они не сравнятся с фаерволл Я сохранил для тебя все билеты Теперь ты должна удалить то фото, где я танцую Только ты можешь заставить меня так расслабиться Поздравляю нас с двумя месяцами Эллиот Ты такой Эллиот? Все, погнали Можно и вниз спускаться Черт, где мой телефон? Тут его нет Как же я вчера надралась? Флоя, я сказала завтракать Думаю, стоит набрать себя с маминого телефона Так Так, телефон мамы скорее всего в ее комнате Позвоню с него на свой, чтобы узнать где Где же я его оставила Да я-то помню их Хату Их дом, вернее Звонить Первую часть ты играл Как мама может смотреть на это фото каждый день и не замечать, каким уродом встречается Че, куда это самое? Подожди, я же нажал набрать Мы набирать себя будем? Давай, набирай Ааа, где-то есть Похоже мой телефон где-то рядом Погоди, тут что ли? Тут? Не могу поверить, что когда-то я лазил сюда за ее косметикой Он как будто... Ааа, он там в другой комнате что ли? Вот здесь? Сотовый Ааа, вот это и интересно, сколько у меня пропущенных Мама, новое сообщение Ты домой сегодня собираешься? Хлоя, ты придешь к комендантскому часу? Это в 21.49 У твоих действий будут последствия Не сомневаюсь Присоединишься к ужину? Не пасиб Ты домой сегодня собираешься? Ага, ясно Эллиот Так Тест по испанскому дерьмо Повезет слезам Ло Сиенто Да, думаю все норм будет Окей, какие планы? Да так, нужно одну херню сделать Эээ, ну ладно Сделал запахими Неа, ты уже третий раз не делаешь Да я уже и так все знаю Фрэнк Твое дерьмо у меня Урашечки, ну сорян я на мели Твоя проблема Можешь на денек придержать С чего бы это? Я же твой любимый покупатель Разве? Фрэнк, есть че? А ты все еще мне должна Помучить меня хочешь? Пошути тут еще Да у тебя же этот номер чтобы наркоту толкать Ну блин, ну че ты, ну сегодня же день травки Встретимся только если у тебя бабки есть Черт, давай позже отдам Так Так Опа, с Макс переписка Прости, что не отвечаю тебе на электронные письма СМСками общаться легче Фига себе, Макс объявилась Как делишки? Ты тут? Ага, вот она 02.11.2009 Уже 04 Ох, прости меня еще раз Я была очень занята Тринадцатого числа Тебе Точно бы понравился Сиэтл Подробности позже Класс Может доберусь с автостопом когда-нибудь Привет, хиппи Извини, может нам следует обговорить время звонка? Без проблем Посмотрю-ка я свой график В Аркадии Бэй 7 вечера А в Сиэтленной Боссе уже 2019 год И не говори Может на выходных созвонимся? Конечно, звони в любое время Дай знать как будешь на связи 14.12.2009 Эй, королева Сверчков Что нового? Макс? Ясно Ясно, понятно Хлоя, завтрак И захвати с собой мою сумочку Пожалуйста Да, да Будет сделано Сумочка Кажется, я видела мамину сумочку в ее комнате Да, я тоже видел Я даже на нее посмотрел А кольцо это? Что такое? Мамина старое обручальное кольцо Должно достаться мне Если я когда-нибудь Отупию Настолько, чтобы Выйти замуж Вторая категория Да иди ты нахер Ломбард Аркадия Стоп! Мама продает свое обручальное кольцо? Оценочная стоимость Ломбард Аркадия И срочная Выдача наличными Кольцо с полупрозрачным алмазом Вторая категория Страховая стоимость 1200 Фактическая стоимость 300 Сумма кредита 500 Только оценка покупка не гарантирована Нихрена себе Взять О, а можешь еще и мой телефон захватить Да, могу И хватит копаться Мне нужно с тобой поговорить Сейчас нам пиздюлей вставят Эта фраза уж точно не заставит меня поторопиться Сейчас нам пиздюлей вставят Иду, мам За все хорошее и за все плохое Сейчас просто получим Потому что до концерта Часовались Хрен пойми где Хрен пойми Да скольки Наконец-то Можешь положить сумочку на обеденный стол Если поторопишься Успеешь позавтракать Стол, я иду к тебе Так, это все потом посмотрим Здорово, мам Мам Положи мою сумочку на стол Пока не забыла Да не забуду Сумочка Хлои, у меня еще куча дел Бегом сюда Я должна подойти к ней, пока она не вышла из себя Привет, мам Ты хотела со мной поговорить? Хлои, а что случилось? Ничего особенного В косяк вписалась Я смотрю, в последнее время ты много куда вписываешься Когда я отправляю тебе текстовое сообщение, как этой ночью Хлоя, я жду ответа Можно просто сказать сообщение, не обязательно добавлять текстовое Жду ответа без твоего ехидства Прости, я исправлюсь, я спала Я спала и не видела твои смс до сегодняшнего утра Твоими усилиями тебе все труднее доверять Это все, о чем ты хотела поговорить? Да, что с тобой и Дэвидом такое? Вы всегда сразу же берете быка за рога Почему мы просто не можем мило побеседовать перед школой? Давай так, ты что, продаешь обручальное кольцо? Хлои, ювелирные изделия отправляют на оценку по разным причинам Например, для страховки Хорошая отмазка Как насчет того, чтобы не заходить в мою спальню, когда меня там нет? Ты меня сама попросила! Как насчет того, чтобы не просить принести тебе твою чертову сумку? Ты сама сказала, да, принеси сумку, слышь, я и зашел Дэвид Ты ведь понимаешь, что я ненавижу твоего парня всеми фибрами души, да? Хлоя, ты его не ненавидишь Он называет меня дамочкой Он просто говнюк Да, он слегка старомодный Ага, старомодный говнюк Точно, тема школы Моя любимая Раньше тебе нравилось учиться А еще я раньше думала, что наркотики отстой Мне бы хотелось, чтобы ты так не шутила Давай не будем ругаться, я приготовила тебе завтрак Спасибо, я попозже что-нибудь перекушу Сейчас кое-что расскажу, тебе понравится Как-то раз я приготовила яичницу из четырех яиц Два для себя и два для Дэвида И тут он спрашивает А ты что будешь есть? И мне это должно понравиться Firewalk? Эту группу ты упоминала на прошлой неделе? Я все еще обижена на то, что ты не пустила меня на концерт Ага Что? Я знаю во сколько ты пришла домой прошлой ночью И не думаю, что сможешь прогулять Школу раз снова пропустила автобус С чего ты взяла? Как ты думаешь, кому звонят из школы из-за твоих пропусков? По-твоему, мне нравится Врать, что ты болеешь, чтобы тебя не отчислили Твои оценки, твое пренебрежение моими правилами Я вижу, как ты катишься по наклонной Меня это беспокоит Мам, не ожидай от меня многого Тогда и не разочаруешься Никогда Тебе нравится то, чем ты сейчас занимаешься в жизни? Хорошо, продолжай Просто сообщи мне, чтобы я прекратила оправдывать твое отсутствие перед Блэквеллом для сохранения твоего места в школе Деньги, отложенные на учебу, пригодились бы семейному бюджету Может, меня нужно оставить в покое, может, Дэвид сможет помочь Может, меня просто нужно оставить в покое А может, тебе всего 16, и ты сама не знаешь, что тебе нужно Дэвид считает, что тебе нужно взять в ежовые рукавицы Дэвиду не стоит лезть не в свое дело Думаю, это хорошо, что Дэвид проявляет интерес в твоем воспитании Он хороший человек Может, он смог бы помочь Папа был хорошим человеком Это несправедливо Я рада, что в твоем сердце по-прежнему есть место для твоего отца Но иногда нужно давать шанс и другим людям И иногда, когда отчаяние и одиночество достигают своего пика, мы даем шанс абсолютно не тем людям Мам У Дэвида тоже были тяжелые моменты в жизни Если он будет любезен поделиться своим опытом, я бы хотела, чтобы ты послушала его Да, пусть только попробует на пушный выстрел ко мне подойти Когда он сегодня повезет тебя в школу Очень смешно Ты будешь милой Ты будешь вежливой И ты его поблагодаришь Погоди, ты что, серьезно? Да, это же... Да, это же что, Хлоя? Ах, мама старается все уладить Может и мне попытаться Но зачем нам с ним нормально Общаться Если это означает, что придется притворяться и делать вид, будто все хорошо Отнестись с пониманием, сказать, что чувствуешь Скажу, что чувствую Ты хочешь, чтобы я притворялась миленькой в общении с Дэвидом, как будто бы все в порядке? Ну уж нет Он же шовинистический кусок говна, если уж говорить откровенно И, Хлоя, если бы твой отец услышал тебя сейчас Ага, я прям уверена, что папа и этот хрен с усами поладили бы У тебя же большая кровать Места хватило бы всем троим С меня довольна Я прошу от тебя хотя бы немного уважения Неужели это так сложно? Я люблю тебя, Хлоя И очень скучаю Никто и никогда не заменит твоего отца Я сделала все, что в моих силах Мам, я не знаю, где я тебя упустила Ты меня не теряла Ладно, Дэвид ждет Ему нужны ключи А не в той пепельнице, что ты сделала для меня Побудь теперь его проблемой Принести Дэвида ключи Это чуть ли не самое унизительное, о чем мама могла меня попросить Но ты немного жестко сказала Я думал про чувства ты скажешь без упоминания Кровати, на которой трое бы поместились Ну да ладно Такой тяжелый бунтарный подросток Я в принципе ее понимаю Многие через это проходили И ситуация у нее, которая сложилась у Хлои Тем более в переходном периоде Могла довольно сильный такой след оставить Что она реально сбилась с пути Где-то И поэтому дерзит Быкует И так себя ведет Ну ладно, дальше что будет происходить Мы с вами увидим в следующем эпизоде Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию Подписывайтесь на канал Подписывайтесь также на телеграм-канал и группу ВКонтакте Ссылки на которые вы найдете в описании под роликом Ставьте лайки, комментируйте И увидимся в следующей серии прохождения Life is Strange Before the Storm И в других играх Всех обнял Спасибо за субтитрыми